20 часов в Самаре в студии Георгий Фёдоров. Здравствуйте! О главных событиях в регионе в начале этого информационного часа. И вот о чём расскажем. Большая вода в Кенель-Черкассах. Как жители пытаются противостоять паводку? Мои коллеги побывали там, где стихия всё ещё не спешит сдавать позиции. Какими знаниями должен обладать участник современного военного конфликта? Связь теории и практики в репортаже с тактических занятий центра «Рокот». Врачи говорили, что у них не будет детей, но они стали родителями восьмерых. Своё семейное счастье Евтюхины считают чудом. Расскажем о тех, кто удостоен ордена «Родительская слава». И прямо сейчас свежие данные по паводку в Самарской области. В регионе всё ещё подтоплены пять мостов. В Красноярском, Кенель-Черкасском и Пестравском районах. Также в воде 36 частных жилых домов и 422 приусадебных участка. В Кенель-Черкасском, Пестравском, Большеглушицком, Волжском, Похвестневском, Богатовском районах. При этом, отмечают в региональном управлении МЧС, в целом ситуация улучшается. За сутки от воды освободились пять жилых домов, 159 приусадебных участков и один мост. По-прежнему отсутствует транспортное сообщение с населённым пунктом полудни Кенель-Черкасского района. Там затопило дорогу. В пункте временного размещения находится 12 человек, в том числе трое детей. А теперь о ситуации в Кенель-Черкасском районе. Там паводок, можно сказать, в разгаре. Как местные жители пытаются дать отпор стихии и получается ли, увидела Алия Сайт-Баталова. Утром, наверное, часов шесть, дедушка встал, посмотрел, сказал, ну, пора всё выносить. Вся рассада, которая у бабушки здесь благополучно была, мы перенесли в дом. Все ходили, все ордой, туда-сюда все ящики носили. Даже сейчас вот этого не было, наверное, минут три, как она прибыла. Дом, где проживает 17-летняя Ярослава, вода окружила буквально накануне. Подступила с обеих сторон. Затопленными оказались все хозяйственные постройки, и домочадцы со страхом ожидают, что дальше. Ведь вода поднимается буквально на глазах. Дедушка Ярослава делится. Такого сильного паводка в райцентре не помнит 63-го года. Здесь воды было где-то ещё на метр двадцать больше, на метр тридцать может быть. Ну и у всех было по две трети окошек затоплено. Сейчас вот как? Куда вода подступила? Как оценивается? Ну, вода поступила, оба гаража затопила, флигель с баней затопила. Ну, соответственно, и теплицу, и весь огород затопило, конечно. Талая вода вкупе с дождевой отрезала местным жителям доступ к магазинам, социальным учреждениям. Передвигаться можно лишь на лодке. Там, где уровень воды не столь высок, на подмогу приходит спецтехника. С 7 часов утра приезжаем и до 7 вечера перевозим. Кому за хлебом, ну, продукт ещё купить, кого-то перевезти на работу. Вчера вот вода поднялась, приехали. До этого воды не было. Тут свободно ходили, машины ездили. А вчера всё, уже вода пошла. Вода начала подступать к селу ещё 30 марта. Сейчас уровень воды в реке достигает 6,5 метров. При критической отметке в 5 метров 70 сантиметров. Затопленными остаются ещё порядка 20 домов. Справляться с водной стихией сельчанам приходится сообща. С переправой помогают волонтёры, также работают спасатели. Мы сейчас будем эвакуировать людей. Кто отказывается, ну, будем постараемся всех уговорить. Кто отказывается, будем брать на карандаш, чтобы этим людям развести потом хлеб, воду, надо будет, медикаменты. Жители, находящиеся в зоне возможного подтопления, заранее покидают свои дома, останавливаются у родных и друзей. 12 человек сейчас находятся в пункте временного размещения в санатории. Там единовременно готовы принять до 100 человек. Алья Сидбаталова, Сергей Александров, телеканал «Губерния». Не просто выжить, а победить. Участник современного военного конфликта должен обладать массой прикладных навыков. Самарское отделение курсов начальной военной подготовки «Рокот» помогает ими овладеть. Для этого все полученные теоретические знания отрабатываются на полигонах. Репортаж с одного из таких занятий продолжает наш выпуск. Вот смотрите, вы идете. Вы идете. У вас палец находится на спусковом крючке. Вот вы идете, спотыкаетесь. Что происходит в этот момент? В этот момент вы можете поразить своего, соответственно, однополчанина. Это первое. Второе. Что может произойти? Вы себя демаскируете. Соответственно, противник будет знать о том, что вы на месте. То есть, если это происходит какой-то бой, понятно, что там уже всем все равно. Но в такие моменты, когда вы находитесь в марше, вы всегда, палец находится, не на спусковом крючке. Здесь учат выживать на войне. Без компромиссов и каких-либо скидок. Ведь те, кто приходит на эти курсы – добровольцы. И ради победы эти люди готовы снова и снова приезжать на занятия, терпеть и преодолевать себя. Ведь только такие, изматывающие, изнурительные тренировки – самый эффективный способ победить. И в «Рокоте» это известно всем. Граната! 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 И мы взаимодействуем с этими ребятами. С некоторыми встречаемся на передовой в том числе. Потому что, ну, все ребята идейные, и они… у них душа болит за страну. С ними достаточно просто, несмотря на их возраст. Понятно, что уже там с возрастом людям сложнее что-то новое учить, да? Но, тем не менее, ребята идейные, и это их толкает к тому, чтобы преодолевать, да? Тяготы и лишения воинской службы, как в присяге написано. Поэтому здесь, вот, на полигонах полевые занятия у нас происходят круглогодично. То есть зимой, летом, в снег, в дождь мы стараемся работать. Ну, потому что, к сожалению, ситуации на фронте бывают разные, да? И там боевые действия не заканчиваются во время дождя и снега. Об инструкторе с позывным «Кант» нам удалось узнать немногое. Лишь то, что за плечами у него участие в СВО, в рядах подразделений специального назначения. О себе этот молодой человек говорит неохотно. Зато с курсантами «Рокота» щедро готов поделиться наукой «Побеждать», о которой знает не понаслышке. Правила ее просты. У вас не должно быть туннельного зрения, когда вот вы смотрите только там прицел «Мушка». Вы должны обозревать все, что там. Ребята, которые ваши идут слева и справа, чтобы вы там не дальше забегали от них, не отставали от них. Все ясно? Вопросы есть? Нет. Вопросов нет. Слушатели курсов начальной военной подготовки «Рокот» не только отрабатывают тактические приемы. Здесь учат именно выживать в условиях интенсивных современных конфликтов. А это не только умение метко стрелять. Чтобы выжить и победить в условиях современного боя, необходимо обладать огромным количеством прикладных навыков. Причем в буквальном смысле вбить их себе в подкорку. Можно изголиться, достать и прочее. Но мы идем по пути наименьшего сопротивления, потому что ваше мастерство уменьшается до уровня вот того автоматизма, который у вас был. Поэтому вы извлекаете, соответственно, таким образом. То есть копали окопы, полоса разведчика проходим, ночевку делали прямо здесь на полигоне, в посадках делали ночевку. Это организация быта, что тоже немаловажно. Этому надо уметь, чтобы даже просто не заболеть. Вот. Ну, то есть масса занятий. У нас инструкторов очень много с различных подразделений. Это и Росгвардия, и военные, кто отпускники. Есть специального назначения отряды, да. То есть каждый инструктор приходит, нам передает какой-то опыт. И мы все впитываем с радостью. Так, наверное. Как сказал один математик, теория без практики мертва и бесплодна. Поэтому все полученные знания курсанты закрепляют в ходе прикладных занятий на полигоне. Начали движение. Начали движение. Катать на шею СИСОВ! Только так, органично сочетая теоретические знания с практикой, говорят эксперты Рокота. И можно победить в современной войне. Накончили упражнение. Николай Козлов, Александр Каракулько, телеканал «Губерния». И в продолжение темы. Семья из Сергиевска готовит для военнослужащих солдатские щи. Первая партия, 400 штук, пришлась участникам СВО по вкусу. Попросили еще. Алексей и Елена просьбу услышали. И в следующий раз планируют отправить за ленточку уже тысячу банок. Вес каждой 370 граммов. К изготовлению щей Плеханова подходит с душой. Закладывают мясо, картошку, капусту, зажарку. Заливают водой и готовят в автоклаве. В сутки получается около 70 упаковок. Добровольцы признаются, ничего не вышло бы без таких же неравнодушных людей. Также много людей, кто предоставляет мясо, овощи. Это тоже большой труд. Недавно от Сургутского дома культуры нам помогли. Нашинкановали морковь, лук. Людей много, кто хочет помогать. Также вот с техниками Сергиевского нам помогали. Приходили студентки. Они наклеивали этикетки на банки. Ну и также дальше будут приходить помогать и картошку чистить, и банки мыть. И все будет. Бойцы говорили очень хорошие отзывы, что вкусно, делайте больше. Все понравилось. Только хорошие отзывы. Плохих не слышали, слава богу. Водушевляет. Хочется делать больше, стараться. Чтобы победа была быстрее. Солдатские щи и работу волонтеров оценил и губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Очень достойный продукт. Лично попробовал эти щи. И, конечно же, я считаю, что очень хорошая идея. По отзывам солдат это очень востребовано. Постараемся наладить производство такое не только в Сергиевском районе, которые стали пионерами вот такого консервирования уже готовых щей. Но и в других территориях, по отзывам бойцов, это более востребовано даже, чем вот эти сухие борщи, на которых нужно все-таки, еще раз подчеркну, специальные условия и прочее. Да это буквально в окопе. Свечку поставил даже. И все, у тебя готовый горячий обед. Ну, замечательно. Молодцы. Молодцы. Сергачи. И уверен, что многие последуют их примерам. А еще в Самарской области для нужд спецоперации начали изготавливать специальные антидроновые конструкции. По эскизам самих бойцов, защитные багажники делают на базе одного из сельхозпредприятий Кенельского района. Изделия несложные в сборке и установке, и главное, мобильные и удобные. Сергей Павлов убедился. В этом сельхозпредприятии выполняется заказ особого назначения. По чертежам бойцов, которые находятся на передовой в зоне спецоперации, механизаторы создают антидроновые конструкции. Специальные защитные багажники на машины предназначены для транспортировки раненых. Эскизы из-за ленточки привез координатор волонтерского сообщества «Красный ключ» Петр Борисов. Сейчас изготавливаем защитные багажники для эвакуации раненых. На УАЗиках, на скорой помощи. Это как защита от дронов будут. В дальнейшем там всё уложится сеткой с мелкой ячейкой. Это предохраняет от дронов, чтобы не прожгли ни крышу, ни все, и эти заряды. И будем готовить несколько штук. Скорую помощь на газель, которая и вот сейчас на буханку. С закупкой материалов помогли неравнодушные жители района, а в сборке механизаторы агрохозяйства. Даже несмотря на то, что посевная на носу, стараются, чтобы конструкция была мобильна и легка в установке. Это уже не первая помощь, которую аграрии оказывают бойцам. До этого за ленточку отправили печки-буржуйки. Все хотели вложить частицу для помощи ребятам СВО. Потом ещё 10 буржуйок. В общей сложности изготовили 28 печек. Да, отправили. Вот Петр Николаевич приезжал, он отбирал. Одна защитная антидроновая конструкция отправлена на передовую и уже спасает жизни военнослужащих. Сергей Павлов, телеканал «Губерния». К другим темам. Реальный срок, причём строгого режима, получил житель Новокуйбышевска за издевательство над кошкой. Животное в итоге погибло, а скорее всего, мучилось. Резонансная история произошла год назад и вот теперь подошла к своему логическому завершению. В ходе судебного разбирательства установлено, что в апреле прошлого года нетрезвый мужчина, находясь по месту своего жительства, решил жестоко расправиться с кошкой, принадлежащей его отцу. Взяв кошку-заколку, с силой ударил её от пол, затем закинул её в стиральную машинку автомат, закрыл окно для забрузки белья и через лоток для подачи порошка залил в стиральную машину воду, что повлекло гибель животного. С учётом мнения государственного обвинителя, суд назначил подсудимому наказанию в виде одного года и одного месяца лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил. Сезон охоты на пернатую дичь стартует в Самарской области уже в эту субботу, 13 апреля. Можно попытаться добыть селезней уток, гусей, казарок, вальч, напои самцов тетерева. При этом правила для желающих жёсткие, а охотиться можно только из укрытия или стоя на берегу реки. Если человек едет или бежит, стрелять по птице нельзя. Леонид Кошман узнал последние новости для любителей охоты в 63 регионе. Почти 98 тысяч обладателей охотничьих билетов сейчас проживают в Самарской области. Таким древним занятием, как охота, регулярно занимаются далеко не все. Но для практикующих середина весны горячая пора. Уже в эту субботу, 13 апреля, в 63 регионе стартует сезон охоты на пернатых. Охоту люблю, прежде всего, интерес вызывает спортивный. Охота даёт и силу, энергию, нахожать на свежем воздухе, общаться с природой, добыть зверя. В основном мне нравится охота на гуся. За возможность пострелять в селезня в гуся, казарку, самца Тетерева нужно заплатить пошлину 650 рублей. Это за охоту в общедоступных угодьях. Требования к охотнику жесткие. При передвижении ружье должно быть в чехле и не заряжено. Добывать птицу можно только стоя на месте. Для того, чтобы получить разрешение, человек, который является охотником, должен обратиться с заявлением. Ну, как понятно уже, либо в департамент, либо к охотпользователю. Указать в заявлении свои контактные данные, номер охотничьего билета, предполагаемый вид охоты, сроки охоты, на какой вид он планирует охотиться, и оплатить государственную пошлину за выдачу разрешения. Можно добывать только указанные в разрешении виды животных. Если подстрелил особь, которая в документе отсутствует, последует наказание, административный штраф. А в случае добычи, например, лоси без разрешения грозит уголовная ответственность. Еще одна волнующая любителя охоты новость. На этой неделе стартовала подача заявок на участие в лотерее. В ней будет разыгрываться право добыть кабана. Выигрышных билетов около 400. При этом информацию о добытых трофеях нужно обязательно передавать в департамент. Хотелось бы обратить внимание охотников на один из важнейших пунктов отказа в выдаче разрешения. Это именно невозврат ранее выданных сведений о добыче, которые, собственно говоря, содержатся в разрешении лица, не подавшие сведения о добыче. В течение года не могут получить разрешение. Занимаются в 2024 году егери, помимо работы с охотниками-любителями и защитой населенных пунктов Самарской области от волков. Хищник пришел из других регионов. К примеру, в Сызранский район вместе с миграцией косули. Естественно, мы ситуацию постоянно держим на контроле. Только в Шигунском районе, насколько я знаю, добыто уже около 15, по-моему, волков. За этот зимний период, да. Сейчас смотрим за ситуацией. Если возникнет какая-либо угроза, либо для жителей, либо для их животных домашних, то, естественно, будем принимать меры. Этим занимаются егеря, потому что по законодательству регулированием численности могут заниматься только и исключительно в закрепленных угодьях. А в Сызранском районе они практически все закреплены. Только работники охотных хозяйств. А вот чтобы поохотиться в Самарской области на зайца, лисицу, косулю, необходимо дождаться осени. Тогда стартует прием заявок на эти виды животных. Леонид Кошман, Александр Каракулько, телеканал «Губерния». Весна – еще и время субботников, генеральных уборок в квартирах и на приусадебных участках. Пора, когда люди избавляются от лишних вещей и начинают ремонт. Поэтому количество мусора на контейнерных площадках вырастает в разы. Как помочь решить эту проблему, расскажет специалист Центра управления регионом. С начала апреля через систему инцидент-менеджмент в адрес органов власти поступило 400 обращений от жителей региона, связанных с вывозом отходов и образованием стихийных свалок. Все их ЦУР направил в работу рекоператору и муниципалитетам. Жители Самары, проживающие на улице Куйбышева, 95, сообщили, что предприниматели устроили свалку во дворе дома. Складывают отходы от заведения общепита мимо контейнеров. Жалобу мы передали в администрацию Самарского района. Они провели работу с владельцем бизнеса, свалку в центре города ликвидировали. Груда строительного мусора и веток обнаружили жители Ленинского района Самары на улице Садовая, где на видном месте расположена контейнерная площадка. Жители попросили управляющую компанию почаще убирать мусор по этому адресу, поскольку свалка образуется на туристическом маршруте. В рамках проходящей в городе генеральной уборки все такие сигналы берутся на контроль районными администрациями и быстро отрабатываются. Площадку на Садовой привели в нормальный вид. Жители Октябрьского района Самары пожаловались на свалки на улице Скляренко 2 и Ярошевского 74. По этим адресам появилось огромное количество крупногабаритных отходов. ЦУР направил обращение рекоператору. После обращения в соцсетях порядок восстановили. Напомню, что 13 и 20 апреля все желающие могут принять участие в субботниках. Убраться в своих дворах, парках, скверах. За инвентарем можно обращаться в управляющие компании или в администрации. На дорогах областного центра тоже наводят порядок. В Самаре начали ремонт улицы Садовой от Полевой до Затонной. Как проходят ночные работы, увидела Алияса Баталова. Работа дорожников не прекращается с заходом солнца. Наоборот, ночью самые трудоемкие процессы, чтобы не создавать неудобства автомобилистам. Улица Садовая в числе первых объектов, охваченных ремонтом. Специалисты уже приступили к удалению старого покрытия. В среднем 4,5-5 тысяч квадратных метров за ночь, в зависимости от количества колодцев. Мы сейчас в рамках закрываем это, выставляем дорожные знаки. Стоянка запрещена, остановка запрещена. И стараемся убирать машину. Ход работ на контроле городских властей, общественников и представителей депутатского корпуса. В плачевном состоянии она была, никто не брался. К тому же здесь были многочисленные стройки и тяжелый транспорт во время строек. Многое разбивал. Сейчас, конечно, радостные события довольно-таки для всех, в центре Ленинского района. Но не только Ленинского, поскольку ее будут делать еще и практически до конца Самарского района. Приведут в порядок и профиль дороги. Дождь, талая вода будут уходить в ливневый коллектор. Работы по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» затронут и многочисленные инженерные коммуникации. На участке установят более 30 дождеприемных решеток и свыше 400 люков смотровых колодцев. Часть из них антишумовые и антивандальные. Ведь применение современных материалов и технологий – одно из условий реализации профильного нацпроекта. В 2024 году по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» планируется выполнить ремонт улицы Садовой от улицы Затонной до улицы Полевой. Всего это порядка 45 тысяч метров квадратных асфальтобетонного покрытия. Так как федеральный национальный проект «Безопасные качественные дороги» – это не только устройство именно ремонта покрытия дорог, но и организация безопасности дорожного движения на данном участке будут выполнены работы по устройству искусственных дорожных неровностей. Также подрядчик, который трудится на улице Садовой, в этом году выполнит ремонт улицы Врубеля, Парниковой, Куйбышево, Чернореченской, а также 4-го и Южного проезда. Алия Садьбаталова, телеканал «Губерния». 11 апреля весь мир отмечает День неумелых рук. Сегодня можно от души поздравить тех, кто отличается особой неуклюжестью или делает работу спустя рукава. Много ли таких людей среди тольятинцев или у них руки золотые? Выяснили наши корреспонденты. Я хорошо рисовать умею, немного вязать и на гитаре играть. То есть, ну, а, готовить я не умею, вот что. Однажды слишком много добавила соды в омлет, я не знаю, зачем я ее туда вообще добавляла. Ну и, в общем, никто, кроме собак, это есть не стал. Все умеем. Двигатель собирать, разбирать, обои клеить, мебель собирать. Ну, так бывало, там, палец прищемил, там, что-нибудь ударил, молотко. У всех, мне кажется, такое бывает, что вот или настроения нет, или вот если вдруг нет настроения, это упадет. Это что-то не так сделало, это что-то не так отрезало. Ну, всякое такое бывает. Вот буквально я продал машину свою неделю тому назад, а перед этим сделал задний бампер на ней перед продажей. На следующий день приехал покупатель, а я вот в ночь разбил задний бампер. Бывают нелепые ситуации, даже в самых элементарных ситуациях, например, когда воду отключали горячую, ты же нагреваешь воду, там, в кастрюльках, в чайниках, наливаешь себе тазик. И я один раз так ее на себя умудрилась вылить, что чуть не захлебнулась. Трудно сказать, больше неумелая голова бывает, а? Я в тостер хлеб положила, кусочек маленький, видимо, был, он туда прям вниз свалился, и пол куска сгорело просто. Да, с утра бывают такие происшествия иногда, иногда все валится из рук. Мы практически все умеем, супруга женскими делами, я мужскими, починить, убрать, все это мы можем, и как бы из рук ничего не валится. У нас очень замечательные руки. Как-то мне сказала мама, что надо на дощечке резать, я ее не посушил, начал резать на пальцы сыр, ну, сыр соскочил, и я порезал палец. Руки умелые, ну, по пальцам бывало, попадало, а так все, что угодно, столярка, слесарка, сварка. У нас очень умелые ручки, мы очень много умеем делать, мы печем хлеб, дети делают себе украшения своими руками, мы умеем вязать. Ткать, в общем, что мы только не умеем, но это пришло не сразу в нашу жизнь. Да, я так хочу сказать и всех людей поддержать. Если вы считаете, что у вас неумелые ручки, это не всегда, и это не диагноз. Если вы захотите, все осуществимо, главное захотите. Героиня нашего следующего сюжета захотела стать сыроваром и стала им. Она любит свое дело и намерена поделиться опытом с другими. Теперь она примет участие во всероссийском конкурсе лучшей по профессии. Екатерина Лесная познакомилась с мастером. Говорят, хочешь поссориться с соседом, заведи козу. Принято считать, что козы наглые, дерзкие, строптивые животные. Однако при правильном уходе и огромном количестве любви они превращаются в настоящих милашек. А самое главное, начинают давать хорошее молоко. Отличное сырье для сыроварения. Им занимается Надежда Красненко, основатель и владелица сыроварни в поселке городского типа Волжский Красноярского района. Небольшое предприятие производит 50 видов сыра. И делается он только из своего молока. А Надежда знает секрет, как сделать его еще лучше. Самое главное, это сыроварение. Это хорошее настроение, потому что были такие моменты, когда я выходила не с настроением на варку сыров и сыр не получается. Да, такое тоже бывает. Хорошее настроение, хорошее молоко, знание всех процессов сыроварения – это самое главное. Чтобы сделать качественный продукт, необходимо обеспечить особенные условия содержания для животных. Здесь должен быть жесткий, четкий, как это принято говорить, менеджмент. То есть, каждое животное имеет в табличке свою историю, когда ее кормить, как кормить. У нас на ферме не менее пяти рационов. В поселке заложены специальные микробы, которые быстро ее переваривают. Кстати, новые разработки, там белорусские сейчас разработки есть микробов, очень хорошо работают. И климат создается сам собой. Чистота, порядок, вентиляция. Среди особенностей содержания и нахождения новоиспеченных мам и козлят именно на втором этаже сарая, потому что здесь теплее. Спустя три дня после рождения малышей отделяют и помещают в специальный загон. У них тут такой детский сад. И кормят их из бутылочек. Когда-то давно все начиналось с того, что Надежда Красненко просто хотела, чтобы ее дети ели только экологически чистые продукты. Завела домашний скот, сырья появилось много, одевать его стало некуда. И она решила начать обучение. Приобрела опыт, а теперь решила показать себя миру. Примет участие во всероссийском конкурсе профессионального мастерства «Лучший по профессии» в номинации «Лучший сыровар». Это такая возможность пообщаться с сыроварами, с коллегами, ну и как-то себя представить в новом свете. Ну это все интересно. Даже не то, что там ради денег поучаствовать. Да, просто конкурс проводится. Много приезжает моих коллег, которых я реально многих знаю. И я рада, что такое у нас проводится именно в Самаре. Конкурс в номинации «Лучший сыровар» проводится в этом году впервые. С этой инициативой выступила Самарская область. Главная цель – развитие отрасли сыроварения, привлечение молодежи для обучения и трудоустройства по этой специальности. С уходом иностранных компаний с российского рынка мы видим, какой огромный импульс дало это для развития отечественного сыроварения. И мы понимаем, что сейчас там происходит и автоматизация процессов, и стандартизация процессов, и унификация производственных процессов. И для этого, для всего, что нужно? Нужно объединить профессиональное сообщество, нужно показать культуру сыроварения у нас в России. Она у нас сейчас на достаточно высоком уровне. И конкурс как раз будет этому способствовать. Областной этап конкурса состоится в июне. Он позволит выявить сильнейших сыроваров, которые смогут представить губернию уже на федеральном уровне. Он пройдет в сентябре этого года. Заявки подали уже 30 регионов. Екатерина Лесная, Андрей Авдеев, телеканал «Губерния». И смотрите далее в нашем эфире. Врачи говорили, что у них не будет детей, но они стали родителями восьмерых. Своё семейное счастье Евтюхины считают чудом. Расскажем о тех, кто удостоен ордена «Родительская слава». Игривый медведь, скромный лев, танцующие павлины. В Самарском зоопарке в самом разгаре весна. Кто может посмотреть на животных бесплатно, узнаете совсем скоро. В библиотеку почти с пеленок. Участникам клуба раннего развития «Игрочас» в Тольятти от полутора до трех лет. Как заинтересовать книгой самых маленьких читателей? Герои следующего сюжета знают, что такое любовь и поддержка. В семье Евтюхинах из Новокуйбышевска сохранение традиционных ценностей и любовь к родине приоритетны в воспитании детей. За это указом президента им был присвоен орден «Родительская слава». В гостях у Дмитрия и Людмилы побывала Екатерина Лесная. Семья такая наша, некая основа нашей жизни, где мы черпаем силы, вдохновение, помогаем друг другу, опираемся друг на друга. Это сама жизнь. В путешествия, на концерты, фестивали, прогулки, занятия спортом и в огород всегда вместе. Семья Евтюхинах настоящая команда. Людмила – мать восьмерых детей. И для нее и ее родных – это чудо. Даже врачи говорили о том, что может и не быть деток. И считаю, что это вот Божье чудо, что Господь нас одарил столькими детками. Сейчас вот вспоминаю, думаю, как же все это получалось именно в данный момент. Думаю, как же мы справились, как же вот хватало сил. Дети – это наше будущее, это счастье, это продолжение вообще всей человеческой жизни. Дочь Мария – повар-технолог. Анастасия – воспитатель в детском саду. Петр – будущий историк, а Елизавета – преподаватель начальных классов. Константин занимается в детской школе искусств и учится играть на аккордеоне. Николай делает успехи в тэкхондо. А самый младший – Дмитрий – еще в детском саду. Но педагоги уже отмечают музыкальные и артистические способности мальчика. Каждый день они собираются за большим столом, рассказывают о своих успехах и вспоминают яркие и иногда смешные моменты из жизни. Еду в храм, а по дороге должен завезти детей в школу. В общем, они сидят в машине так тихо. Утро рано, они, наверное, там придремали. Я про них забываю и еду в храм. И они уже, когда мы все уже проехали, «Папа, в школу ты нас, говорит, сомнешь». Я глядываюсь, а что же вы молчите, я уже и про вас забыл. Главное правило семьи Евтюхиных – делать все вместе, слушать и слышать друг друга, ценить и поддерживать интересы каждого. Я не любила рыбалку, но тоже люблю рыбалку теперь. Вот он увлекся года полтора тому назад фланкировкой, управлением шашкой. Но я тоже год присматривалась к этому. А теперь мы вместе с ним занимаемся, ведем занятия для деток. У нас уже есть совместные даже номера на день семьи в городе. Мы любим свою страну, своих предков почитаем, те культурные традиции, наследие тех святых. Вот это все вместе составляет патриотизм. То есть это не какое-то такое специальное направление, воспитание. Это просто естественное, некое отражение нашего внутреннего мира. И чтобы сохранить культурные ценности в доме, глава семейства открыл музей. И не один, а целых три. Осталось много вещей от бабушек, дедушек. Было жалко от них даже как-то избавляться. Тем более, что наше детство среди всех этих вещей прошло. Мы где-то хранились они у нас. Потом появилась такая возможность где-то их расставить. И вот, в общем, постепенно получилась такая комната. В музее СССР фотоаппараты прошлого века. Пластинки, значки, монеты, домашняя утверь и медали. Все то, что передавалось из поколения в поколение. Я, как представитель нового поколения, даже не знаю, как пахнет одеколон Москва. Ну что же, сейчас мы это уладим. Вот вы можете. Такая прекрасная возможность. Расскажите о своих ощущениях. Суровый советский запах. Второй музей посвящен времени царской России. Книги, которым уже больше ста лет. Самовары, старинная прялка, денежные купюры, оружие и одежда 19 века. Что-то семья приобретала в путешествиях, а что-то дарили знакомые. Но наибольшее значение для Евтюхиных имеет музей боевой славы героя Великой Отечественной войны. Среди копий военной техники, формы и предметов быта на передовой есть и фотография, и личные вещи их старшего сына Иоанна. В 2022 он отправился защищать родину и стал участником спецоперации. Героически погиб. Наша мирная жизнь-то, в общем-то, зависит от наших воинов, от наших защитников. Это очень большой труд, о котором мы никак не можем забыть или молчать, потому что мы им всем в неоплатном долгу. Семья Евтюхиных принимает участие во многих событиях региона. Среди них Всероссийский конкурс «Семья года-2021», федеральный проект «Все семьей» – добровольческие акции. За вклад в развитие семейных традиций и достойное воспитание детей указом президента России Людмиле и Дмитрию присвоен орден «Родительская слава». Самое главное, что в семье должно быть – это любовь. Когда есть взаимопонимание, любовь в семье между супругом, между детьми, то вот это и есть самое главное, что дает человеку смысл вообще существовать. Многодетная семья также получает меры социальной поддержки. Среди них ежемесячное социальное пособие, компенсация расходов на оплату коммунальных услуг, выплаты в связи с рождением и воспитанием ребенка. Вопросу благополучия детей и родителей и демографическому развитию в Самарском регионе уделяется пристальное внимание, особенно в год семьи, объявленный президентом страны. Это приоритетное направление в работе областного правительства и губернатора Дмитрия Азарова. Екатерина Лесная, Алексей Вельмискин, Телеканал «Губерния». А сейчас о тех, кто только собирается стать родителями. День беременных провели в одной из самарских больниц. В программе лекции и мастер-классы, которые помогут подготовиться к появлению ребенка в семье. Олеся Шевелева пообщалась с будущими мамами и папами. Даниил и Юлия ждут своего первого ребенка – девочку. На День беременных пара приехала с целью посетить лекцию о партнерских родах. Будущий папа поделился, что сам захотел принять непосредственное участие в рождении дочки. Девушка, кем бы она ни была, она все равно испытывает стресс. Мужчина должен быть всегда рядом. Я буду рядом с ним в любую минуту. В День беременных врачи Самарской больницы имени Пирогова выступили с образовательными лекциями. Рассказали об уходе за новорожденным, грудном вскармливании, о том, что из вещей необходимо взять с собой в роддом. На лекции «Позитивное материнство» будущие родители узнали, как успеть все – и в семье, и на работе. Спикером выступила Анастасия Горбушкина – практикующий психолог и многодетная мама. Моих детей зовут Данила, Кирилл, Михаил. Когда я была беременна четвертым ребенком, мы с мужем часто смеялись, что, наверное, четвертый у нас будет Эммануил. Но нет, получился Александр. Это невероятное счастье воспитывать много детей, быть многодетной мамой. После окончания образовательной лекции будущие мамы и папы смогли задать вопросы врачам. Это отличная возможность для родителей узнать больше о больнице, в которой они планируют родить ребенка. Работа нашего коллектива основана не только на оказании высококвалифицированной медицинской помощи в соответствии со стандартами, но и доброжелательным отношением к пациентам и созданию комфортных условий пребывания мамы и ребенка в стационаре. В 2023-м в Самарской больнице имени Пирогова родилось на 125 детей больше, чем в прошлом году. Более 20% семей приняли участие в партнерских родах. В Самарской области при выписке из дома родителям первенцев дарят подарок. В набор «Наши сокровища» входит детская одежда, средства по уходу за малышом, пеленки, постельные принадлежности и альбом для фотографий. Олеся Шевелева, Дмитрий Алатарцев, телеканал «Губерния». Павлины в Самарском зоопарке в этом году начали брачные танцы на две недели раньше обычного. Причина – резкое потепление. Традиционно весной количество посетителей в зоопарке растет. При этом многодетные семьи имеют возможность посмотреть на редких зверей вблизи абсолютно бесплатно. Леонид Кошман продолжит тему. Радостно встречает многодетную семью Долбенко в Самарском зоопарке «Медведь Умка». Мария и ее трое детей по закону имеют право бесплатно посещать музеи, парки культуры и отдыха, выставки, в том числе и зоопарк. На входе необходимо предъявить документ, подтверждающий статус многодетного родителя. Здесь классно, что можно так сходить с детьми, потому что мы были, конечно, в Самарском зоопарке, когда Миша был маленький, и он что-то помнит, младшие уже вообще ничего не помнят. И вот так вот, когда они подросли в таком возрасте, уже, конечно, здорово, что у них уже могут быть какие-то впечатления. Особенно детей привлек орлан-белохвост – крупная краснокнижная хищная птица, встречающаяся в Самарской области. Затем вниманием завладел молодой лев Алтай, а также рептилии и птицы. Павлины вовсю танцуют и поют. В зоопарке у многих животных весной начинается такой особенный период. Животные, особенно птицы, начинают прихорашиваться, начинают демонстрировать свое яркое оперение, танцевать, петь. Обычно брачный период у павлинов в нашем регионе начинается, когда среднесуточная температура воздуха составляет плюс 15 градусов. Но в этом году он стартовал на две недели раньше. Брачные танцы у павлинов продлятся до осени. После этого у самцов перья из хвостов выпадут и отрастут только к началу следующего брачного периода. Леонид Кошман, Александр Каракулько, телеканал «Губерния». Ко дню Победы в Самарской области состоятся более 500 событий в учреждениях культуры, образования и на общественных территориях. Что в планах у самарских волонтеров Победы, рассказал руководитель регионального отделения этого всероссийского общественного движения Сергей Андреянов. 18 апреля по традиции мы проводим Всероссийский субботник по благоустройству именно памятных мест и воинских захоронений. В этот день не только в Самаре, но и по всей области волонтеры Победы выходят на данные места, убирают воинские захоронения, таблички. В Самаре ключевой и областной этот субботник пройдет традиционно на городском кладбище. Поэтому в 10 утра приглашаю всех неравнодушных к нам присоединиться. Инвентарь по традиции мы все выдадим. 24 апреля у нас стартует всероссийская акция «Георговская ленточка». Это тоже уже традиционное мероприятие. И волонтеры Победы по Самарской области в этот день на ключевых точках, в муниципалитетах, на центральных площадях бесплатно будут выдавать Георговскую ленточку. И самое главное, рассказывать о ее значении. У нас есть специально для этого тоже листовки, памятки. 26 апреля у нас проходит тоже уже даже не всероссийский, а международный проект «Диктант Победы». Он с 2019 года проходит по всей стране. Волонтеры Победы помогают и будут сейчас также помогать в организации данного ключевого события. В этом году, как и в прошлом году, в Самарскую область приезжает поезд Победы. В этом году он будет приезжать на железнодорожный вокзал с 26 по 29 апреля. Это всероссийское мероприятие, когда поезд Победы проезжает по городам. Волонтеры Победы являются традиционными помощниками в данном мероприятии и помогут гражданам пройти по каждому вагону и непосредственно окунуться в события Великой Отечественной войны. День освобождения узников фашистских концлагерей как в самой нацистской Германии, так и на территории оккупированных ею стран. Об этом бесчеловечном явлении и его следе в истории сегодня поговорим с доктором исторических наук, профессором Самарского государственного социально-педагогического университета Александром Репенецком. Здравствуйте. Добрый день. Александр Иванович, давайте напомним, наверное, нашим зрителям, что произошло 11 апреля 1945 года. 11 апреля 1945 года вошло в историю как успешное восстание в одном из самых больших и страшных лагерей фашистской Германии – это Бухенвальд. Бухенвальд был производственным лагерем, то есть там выпускалось оружие, он очень хорошо охранялся, даже дивизия «Мёртвая голова» его охраняла, но узники смогли создать подпольный комитет. В этом подпольном комитете очень хорошо себя проявили советские узники. Это Николай Тюрк, он, например, возглавлял группу, которая должна была пойти на прорыв лагеря. И немецкие заключённые через охрану узнали, что 11 число на 17.00 назначено уничтожение лагеря. Уже было ясно, что война проиграна, надо было заметать вот эти страшные следы преступлений. И на 15.15 было назначено восстание. И раздался звук колокола, и 15.15 вот эти вот узники, измученные, изнемождённые, пошли на шторм лагеря, который охраняли эсэсовцы. И, как ни странно, они победили. Они освободили 21 тысячу заключённых. Конечно, очень много жизней спасли. Конечно. Вот некоторые концлагеря называли, ещё называют фабриками смерти, потому что там жизнь человека измерялась часами. Привезли одних, расстреляли, везут следующих. Вот зачем надо было уничтожать беззащитных, по сути, людей в таких огромных количествах? Ну, здесь можно сказать, что, во-первых, были, так скажем, социально-профессиональные, национальные группы, которые изначально были опричены на уничтожение. Это, как мы знаем, евреи, цыганы, коммунисты, советские работники, инвалиды и так далее. То есть это идеология очищения? Это идеология очищения расы. И второе – это освобождение территорий. Вот был принят план ОСТ, это план экономического освоения присоединённых территорий. И в отношении территорий, в которые входил Советский Союз, чётко было написано, что на этой территории лишних людей от 30 до 40 миллионов. И вот этих лишних людей надо было уничтожить. Ещё в 1939 году, май 1939 года, ещё война не началась. Гитлер уже говорит, что нас ждёт грандиозное уничтожение славянского населения, и мы должны выработать технику этого уничтожения. Представляете, техника уничтожения людей. Значит, вот освобождение жизненного пространства, оно подразумевало вот такой вот страшный геноцид народа. А вот если говорить об экономической выгоде концлагерей для нацистской Германии, то какая она была? Вы знаете, с одной стороны, вроде бы вот узники обречённые, с другой стороны, вот сейчас подсчитано на основании документов о том, что каждый узник, независимо от того, работал он на гитлеровскую Германию, или он сразу подлежал уничтожению, приносил в казну Германии 1630 марок. Это очень приличная сумма, 1630 марок. За счёт чего складывалось? За счёт использования труда узников. Их использовали на самых тяжёлых работах. Это промышленность, шахты, рудники, сельское хозяйство, железная дорога, строительство. Это с одной стороны. С другой стороны, ведь вот эта немецкая педантичность, она доходила до того, что использовали узника по полной. То есть лагерь смерти. Казалось бы, его труд не используется, но его перед этим стригли, прежде всего, женщины, детей. Все их волосы более мягкие, чем у мужчин. Значит, это шло на матрасы и на подушки. Вырывали зубные коронки. Искали ювелирные украшения. И вот у меня нет данных по Бухенвальду, а официальные данные по Освенциму за время периода существования этого лагеря 8 тонн золота. Представляете, 8 тонн золота, которые дали вот эти заключённые. То есть это и работа, и вот страшное ограбление. Причём ведь даже когда их сжигали, кости перемалывались, сожжённых, смешивалось с пеплом и раздавалось немецким бюргерам на удобрения. То есть всё использовалось. Вот отсюда и сумма 1630 марок. А какие условия были содержания узников? Наверное, в разных лагерях по-разному было, конечно, но вот питание, да, как-то... Есть инструкции, которые разработаны по питанию узников концлагеря, 321 грамм хлеба, даже 1 грамм учитывали, и 100 грамм картошки. Дальше мы читаем, что отходы мясного и рыбного производства при наличии. То есть фактически они были все обречены на голодную смерть. Мы уже вспомнили про восстание в Бухенвальде, а были ли ещё попытки, да, совершить такие? Да, да, вот в истории вообще ещё одна удачная попытка восстания в лагере, это в лагере Собибор, лагерь смерти. Он был расположен в Померании, в Польше. Он был предназначен для уничтожения польских и советских евреев, но там были и другие национальности, но не в таком большом количестве. За всё время существования Собибора 250 тысяч было уничтожено. И именно там создаётся тоже подпольная группа. Александр Печерский возглавляет эту группу, и они решают освободиться. Это 10 октября 43-го года. Ещё война идёт. В раздаре. Да, ещё ситуация такая, придут советские войска, успеют они дойти до лагеря, нет, и они поднимают восстание. Хотя лагерь хорошо, очень был укреплён. К сожалению, вот до конца войны дожило 53 узника Собибора, и немцы их искали, и, ну, к сожалению, так скажем, от правды-то не уйдёшь. И поляки их и выдавали, и убивали. Вот 53 человека выжило. В том числе и наш один земляк, который Ефим Левинтонский, который жил на углу Куйбышева и Пионерской, и там сейчас на доме мемориальная доска. Немцы уничтожили потом этот лагерь, они его не стали возобновлять. А потом поляки доуничтожали, потому что, когда Польша стала социалистической вспоминать, что поляки ловили советских военнопленных, ну, и не только советских и польских евреев, и снова выдавали их фашистам, ну, как-то было не очень приятно для польского руководства. Вот уже после войны, да, на месте некоторых крупных концлагерей были созданы музейные комплексы. Вот как считаете, для чего это надо, не проще было бы уничтожить вот напоминание о зверствах фашизма? Вы знаете, это очень надо для исторической памяти. Надо обязательно сохранять эту помощь, показывать, что творили нацисты, ну, и это может стать противоядием вот против повторения вот этого ужаса, который принесли нацисты на нашу землю и на землю других государств. Спасибо большое за исчерпывающие ответы, Александр Иванович. Напомню, сегодня, в день освобождения узников фашистских концлагерей, у нас в гостях был доктор исторических наук, профессор Самарского государственного социально-педагогического университета Александр Репенецкий. В день космонавтики премьера на телеканале «Губерния». Документальный фильм, снятый нашими коллегами на Байконуре, рассказывает о первом на Земле космическом городе и людях, для которых он стал родным. Как это, уехать в командировку на всю жизнь? И почему все жители Байконура немного космонавты? Документальный фильм «Город особого назначения» смотрите 12 апреля в 18.50 в эфире телеканала «Губерния» и на нашем сайте sova-info.ru И ты выходишь из автобуса, поднимаешь глаза, смотришь, опять ты. Для них было шоком, как это вдруг женщины будут сидеть за пультами. Они даже нажаловались. Вот-вот-вот-вот так, и так, а вот так. Все немножко космонавтов. Свою роль. Те, кто живет на Байконуре, все немножко космонавтов. Больше, да. Время, как сейчас, наверное, уже не разбрасывать камни, а их собирать. В каком возрасте можно записать ребенка в библиотеку? Участникам клуба раннего развития «Игрочас» в Тольятти от полутора до трех лет. Каждую неделю они приходят на занятия в модельную библиотеку. В этот раз темой встречи стал День космонавтики. К неразгаданным тайнам Вселенной прикоснулась и моя коллега Анна Попова. Чтобы отправиться в большое космическое путешествие, достаточно прийти в модельную библиотеку. Маленькие читатели со своими родителями так и сделали. Полет нормальный. Три Земля, четыре Марса, пять. Какая самая огромная планета, Юпитер. Познакомиться с планетами Солнечной системы, построить разноцветную ракету для полетов в другие галактики, собрать созвездия, которые можно увидеть в ночном небе, а еще сделать яркие фотоснимки. В центральной детской библиотеке Тольятти с утра оживленно. Читатели от полутора до трех лет изучают окружающий мир, играя. А родители узнают о способах творческого взаимодействия с детьми. Мы ходим уже восемь месяцев сюда, практически без пропусков. Ходим всегда с отличным настроением. Здесь замечательная такая дружеская атмосфера. Дети узнали много разных планет. Побывали и на песчаной планете, и на планете с динозаврами. Здесь очень много книжек. Мы после занятий всегда берем что-то домой. Зоя любит читать, когда я ей читаю. У нее есть какие-то любимые книжки, мы некоторые берем по несколько раз. За 30-40 минут, которые длится занятие, можно успеть многое. Почитать, потанцевать, порисовать. И главное, почувствовать себя первооткрывателем. Клуб раннего развития «Игрочас» в модельной библиотеке объединяет самых пытливых и любознательных. «Игрочас» уже существует не первый год. И как первые выпускники уже учатся в школе или пойдут в этом году в первый класс, мы очень этому рады. Самарская область в числе первых регионов включилась в создание проектов модельных библиотек. Их работа уже давно перестала ограничиваться лишь выдачей и возвратом книг. Теперь это место для проведения дружеских встреч и ярких событий. Современные библиотеки становятся центром притяжения для читателей всех возрастов. Здесь можно научиться рендерить, создавать 3D-визуализацию или записывать подкасты научиться. Здесь можно научиться рисовать или быстро читать, то есть функциональную грамотность. На разный возраст здесь у нас есть системное расписание. Модельные библиотеки в стране создаются благодаря национальному проекту «Культура». Он реализуется по решению президента Владимира Путина. К концу этого года в Самарской области будут работать уже 36 библиотек нового формата. У каждой из них своя уникальная концепция и стиль. Анна Попова, Андрей Алексеев, телеканал «Губерния». Прямо сейчас прогноз погоды, а сразу после эфир канала «Губерния» продолжит сериал «Черные волки». В пятницу в Самарской области ожидается переменная облачность. Местами пройдет кратковременный дождь, возможно гроза. Днем плюс 12, плюс 20, ночью 7-12 градусов тепла. Ветер будет дуть неустойчивый, слабый. На севере и западе в дневное время плюс 12, плюс 18, на востоке и юге 14-20 градусов тепла. Погода в Самаре ожидается пасмурная и прохладная. Днем плюс 13, плюс 17, ночью 9-11 градусов тепла. Атмосферное давление в пределах нормы 747 мм в рт. ст. Относительная влажность воздуха 47-81%. Субтитры создавал DimaTorzok